Деньги решают все, так перефразировали известную фразу Сталина во время совещания, на котором сегодня обсуждали подготовку кадров для реализации инвестиционного проекта СПИК-2.0. Речь о запуске производства в республике тракторов малой и средней мощности в период так называемых лихих 90-х. Все шли учиться на экономистов и юристов. До сих пор на производствах чрезвычайный дефицит профессиональных рабочих. ПТУ, теперь они называются колледжи, сократили программы подготовки. И только теперь ситуация начала меняться. Как, а главное, чьими руками реализовать грандиозный инвестпроект? Восстановить сложнее, чем создать новое. По инвестпроекту СПИК-2.0 промтрактор за 11 лет должен выпустить 17 тысяч тракторов, то есть по 4 в день. Почти все производство в Чувашии. Предприятию необходимы литейщики, инженеры, слесари, монтажники, формовщики, электрики, операторы ЧПУ. Не менее 500 специалистов. Уже в следующем году только для подготовки к запуску в цехах должны работать минимум 4 десятка квалифицированных рабочих. Активная база литья будет начинаться с 26-го года. То есть у нас порядка 140 человек необходимого литейного производства. Эти компетенции нужно развивать заранее. Вот у нас, к сожалению, эти компетенции по литейному производству в республике, они не совсем разные. Предприятие готово к сотрудничеству с учебными заведениями. Создание новых учебных программ, новой формы подготовки, целевой набор, обучение без отрыва от производства. Сейчас на машиностроительном факультете ЧГУ готовят всего 47 специалистов. Этого мало. И по статистике половина в лучшем случае пойдут по специальности. Кого-то не устраивают условия труда, кого-то зарплата. Времена Павки Корчагина, когда работают за идею, а не за деньги, уже давно прошли. Одно из решений – возрождение целевого набора. Когда предприятие платит студенту и уже не мизерную стипендию, а зарплату. Если все-таки сможете изыскать средства хорошие на целевую стипендию, это получится. Если нет, считайте, что целевое обучение, оно будет просто целевым называться и не работать. Вот я вот не хотел так жестко говорить. Вот пока 3000. Это работать не очень будет, сразу скажем. Практика есть, потому что... Все заинтересованные стороны договорились расписать дорожную карту, чтобы на запрос промышленности уверенно отвечали учебные заведения. Вадим Уравьев, Татьяна Молокова, Республика.